ДИСКЛЕЙМЕР 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 Дарова, братаны! С вами канал Дилвплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы всё ещё продолжаем бедлящить. Погнали. И вообще, почему ты волнуешься? Коза просто... Как-то не по душе. Вообще не понимаю тебя, ты же был уверенным в себе человеком, почему ты стал в соплю превращаться? Ни в какую соплю я не превращаюсь, и откуда ты такие слова знаешь? Ты же приличный! И что, мне теперь нельзя это слово упомянуть? Всегда находил синонимы, а сейчас ещё трудно или не знаешь? Сейчас решил сказать именно так. Не трудно, всё я знаю. И как же называются сопли? Ну так, чтоб поприличнее. Носовая слизь. Хм. А почему соплёй меня назвал? Потому что именно в соплю ты превращаешься, а не в носовую слизь. Логично. Возьми себя в руки. Начал волноваться без причины он, видите ли. Всё, уткнись, ты мне надоел. Сам решу, что делать. Позовут тебя, когда ты мне понадобишься. Хорошо. Голос затих. Семён вышел из медпункта. Так, куда пойти? Семён стал думать, да куда бы ему пройтись. Но долго думать ему не пришлось. Упс. У Семёна резко закрутило живот. Ух, ебать, как припёрло-то! Недолго думая, Семён в медпункт. Так, чё я хотел? Семён вытащил первый ящик из стола и взял из ящика несколько салфеток. Дальше он побежал туда, куда глаза глядят. Он выбежал на лесную тропинку. Слышь, чувак, ты только на дорожку не присядь. Ёб твою мать, очко горит! Вот, Семён чувствовал, что его животу больнее с каждой секундой. Итак, и куда? Семён сразу прыгнул в какие-то кусты. Он успел снять штаны, присесть и... выдавить из себя кучу коричневой жидкости. Надеюсь, кто-нибудь из тех, кто смотрит этот видос, в данный момент жрёт. Приятного аппетита. О, да! Семён обнаружил под собой коричневую ложу. Ты вообще дурак? А туалет в лагере поискать никак? Чё-то времени искать не было. Да и кто тут меня спалит? Мда, ты ещё более аморален, чем я думал. Иди нахер. Закончив процесс дефекации, Семён успешно подтёрся. Он уже было собирался вставать. Как услышал, голоса неподалёку. Они не узнают, где он. А вдруг узнают? Они глупые. У них ума не хватит догадаться, где он. Какие эксперименты ты собираешься проводить на нём? Ну, я ещё не проводила никаких экспериментов. Но собираюсь. А какие именно? Это будет сюрприз. Не хочу говорить того, чего пока не сделала. Никто не узнает, что мы похитили Шурика. Чё она сказала? Надеюсь. Опыты остановились. Чувствуешь, какой мерзкий запах? Да. Фу. Воняет сильно. Ладно, не суть. Вдруг он услышал, что две персоны только что ушли. Чё она ещё сказала? Она Шурика похитила. Они... Они похитили. Шурика. Охуеть. Кушам твоим не верю. И я. Семён Пулей вылетел из кустов. Куда ты так подорвался? Их догонять. Куда ж ещё? А если они и тебя похитят? Я не Шурик. Я в состоянии пару лосей прописать. Успокойся. Иди, расскажи всё вожатой. У меня идея получше. Семён направился туда, откуда пришёл. Семён опять пришёл к медпункту. И зачем? Покопаться в её столе. Мало ли чё найду. Думаешь, поможет? Ну, попытаться стоит. Семён резко подбежал к столу и вытащил полностью первый ящик. Он начал перебирать всё содержимое ящика. Хирургические скальпели, салфетки, бинты, перчатки. Тут ничего. Он безо всяких промедлений вытащил второй ящик. Там были какие-то различные папки. Это оказались медицинские карты пионеров. Он собирался их выкинуть, если бы не увидел надпись на одной из карт. Персунов Семён Семёныч. Это чё за хуйня? Семён резко взял эту папку в руки. На первой странице в качестве оглавления было его Фио. Он с большим интересом перевернул страницу. Там лежала всего одна вкладка. В левом верхнем углу была его фотография. В графе Фио было написано Персунов Семён Семёныч. В графе дата рождения стоял прочерк. В смысле нет? Где моя дата рождения? В графе биологические родители стоял прочерк. Да вы охуели! В графе рост и вес было написано 191,84. В остальных графах стояли прочерки. Да шо тут делает моя медкарта, если они обо мне... Если обо мне толком ничего нету. Я... я... Чё ты? Я просто в шоке. Он взял какую-то другую медкарту. Это была медкарта Алисы Двачевской. Ну-ка тут посмотрим. Там были все графы заполнены должным образом. Мля, у меня пустая. Семёну резко стало плохо. Чё-то... плохо мне. Семён начал медленно и размеренно моргать глазами. Глаза! Они щипят! А-а-а-а! У Семёна резко заболели глаза. Он поднялся на ноги. Как вдруг он закрыл глаза и не смог открыть. Я... я... Ни-ни-ни-ничего не вижу. Что с тобой? Не знаю. Я... У него подкосились ноги. Он упал. Чё-чё за... У него резко заболело горло. Говорить не могу... Не могу. Вдруг он начал задыхаться. В... Воздух. Ты чего это? Почему глаза закрыл? Семён не мог сказать ни слова. И вдруг он потерял сознание. Где я? Чё за хуйня со мной? Ау! Ты тут? Голос молчал. Куда ты съебался, когда ты так нужен? Послышался вдали знакомый голос. Я временно стёр его из твоей головы. Кто это? Голос знакомый. Как вдруг силуэт подошёл к Семёну. Ты? Я. Семён что-то промочал и заметил, что у него зашит рот. К... Какого хуя? Что такое? Ммм! Семён безуспешно промочал что-то. Что с тобой? Ммм! Ничего толком не вышло. Почему ты молчишь? Пионер стоял и улыбался. Он стоял и троллил Семёна. Но тот этого не понимал. Ты можешь думать, если ничего не можешь сказать. А, забыл. Чё у меня с артом? А что у тебя с артом? Он зашит. А, ну да. Моих рук дело. Нравится? Улыбаясь, сказал пионер. Развяжи мне его, а то худо будет. Слишком ты спокойный и для того, у кого нету рта. В смысле нету? Я, так сказать, приварил твои губы. У тебя одна губа прилипла к другой. И как мне раскрыть рот? Только разрезать. Это же сон. Именно так. Но я тебя не за... Но я тебя не за этим позвал. Кхм. Ща проснусь. Семён сделал несколько тщетных попыток пробудиться. Пробуждение не удалось. Семён опять стал тужиться, но ничего не выходило. Да чё такое? Не проснёшься ты. Я сам выбираю, когда заканчивать твой сон. Зачем ты сделал этот сон? Ты не делаешь того, чего я сказал. Мне позволено сказать всего одну фразу. Не больше. Какую? Убей то, что с синими волосами. Кто это именно? Я не могу сказать. Кого мне, по-твоему, убивать? Да и зачем мне вообще убивать кого-то? Она принесёт много беды и страха в этот лагерь. Тебе в частности. Да иди ты в жопу. Ты толком ничего не разъясняешь. Просто говоришь бессмысленную фразу. Она не бессмысленная. В ней очень много смысла. И в чём смысл? Только что сказал тебе придурок. Сам придурок, понял? Урод, блядь. Окей, распрощайся со своим воображением. Воображаемым другом. В смысле? Ну, ты с кем-то разговариваешь постоянно в своих мыслях. И его не будет. И чё? По-твоему, он тебе не нужен? Да я бы и без него нормально справился. Если бы не он, ты бы помер на второй день в этом лагере. То есть, его ты подослал? Нет. Откуда ты знаешь? Слышал пару раз ваш диалог. Он толковые вещи говорит. Я бы посоветовал тебе прислушиваться к нему. Мда, ясно всё. Если бы не он, ты бы до сих пор общался как придурок. Поживи денёк без него. Да как два пальца обоссать. И, кстати, не расстраивай Алису. В смысле? Ну, ты же любишь её? А ты? Пионер резко застыл. Наступило неловкое молчание. Пионер начал. Нет. А чё ты тогда паришься-то коней? Не твоё дело, щенок. Понятно всё с тобой. И помни, убей то, что с синими волосами. Все непременно. Ладно, свободен. Резкий лещ от пионера разбудил Семёна. Семён лежал на полу медпункта с раскиданными по полу папками. Он сразу открыл рот, убедившись в его целостность... В целости... В плядь. В его целости и сохранности. Фух. Просто тупой сон. Прикольный такой сон, да? Улыбнувшись, сказал Семён. Но ответа не последовало. Ау! Ты тут? Спросил Семён. И наступило глухое молчание. Эй, ты чё замолк? Он, походу, реальный голос в отпуск отправил. Сколько он говорил там? Денёк? Ну ничего. Проживу как-нибудь. Ебать. Чё вообще тут происходит? Семён начал складывать медкарты, но заметил, что нету двух карточек. Его и Алисы. Эм, куда они пропали? Они же тут были. Я помню, как своё вот сюда отложил. Семён поглядел на рабочее место стола. А потом осмотрел медкарту Алисы. А потом... А потом сон. Ну где они? Ух, как бы голос мне помог сейчас. Очень сильно помог бы. Ну и пофиг, жил же без него 24 года. Чё, не проживу день в этом лагере? Да как два пальца. Ладно, хер с этими карточками. Семён всё сложил, и вдруг в дверь постучались. Семён застыл на месте. Он понимал, что его могут увидеть через стекло на двери. Он резко и быстро прислонился к одной из стен. Тут есть кто? Семён узнал голос Алисы. Твою мать, и чё делать? А ну да, тебя же убрали. Семён услышал, как... Что кто-то схватился за ручку. Алиса собиралась войти. Семён резко подставил ногу под дверь. Дверь даже не шелохнулась. Хм, заперто. Странно. У Семёна начала затекать нога. Алиса ещё раз сильно уперлась в дверь. Но дверь открыть не смогла. Но почему она пытается дверь открыть? Ей определённо чё-то надо. Алиса ещё раз сильно уперлась в дверь. Семён чуть было не ослабил хватку. Охуеть! Почему она так пытается открыть эту дверь? Да сука, не поддаётся! Ну и чёрт с ним. Себя в домике спрячу. Семён услышал, что Алиса ушла. Это чё ещё было? Почему ей было так важно сюда попасть? Не понимаю, бля. Ладно, надо проследить за ней. Семён вышел из медпункта. Как вдруг перед ним предстала Ольга Дмитриевна. Ты чего тут делал? Виолу искал. Зачем? Порез балет. Ну-ка покажи, что там у тебя. А вот сипа могучим. Семён начал снимать рубашку. Он хотел показать ей порез на спине. Он начал разворачиваться, как вдруг... Обнаружил, что шрама нет. Чё за... Чё за хуйня? А где шрам? Он... Он тут был. Вы же помните. Ольга Дмитриевна засомневалась. Нет. Не было его там. Так что за шрам болит у тебя? Карт нет. Виола мне его скальпелем сделала. Каким скальпелем? Ща. Семён полез в карман. Он достал скаль... Скальпел... С окровавленным концом. Скальпель. Вот же он. Откуда он у тебя? У Виолы отнял. В смысле отнял? Твою мать, да он огонит шо я? Семён одел рубашку. Вы шутите? Ничего я не шучу. Лжёшь. Семён незаметно перешёл на Т. Ничего я не лгу. Лжёшь, сука! От грубого тона Семёна, вожатая впала в ступор. Ты врёшь. Так ведь? Семён уже перешёл за рамки дозволенного, но не было голоса, который мог бы его остановить. Ну же, я жду! Чего? Твоего признания. Ты помнишь, что тут был шрам. Голос Семёна был холодным и мрачным. Вожатая явно испугалась Семёна. Мне долго ждать, м? М? Вожатая была не в состоянии говорить. Она просто стояла и смотрела на него удивлённым взглядом. Чё вылупилась? Создавалось ощущение, что Семён разговаривал сам с собой. А вожатая тут просто декорация. Говори, ты же помнишь, что тут был шрам. Помнишь или нет? Резко крикнул Семён. Взгляд вожатой сменился с удивлённого на испуганный. Помнишь? Или? Нет! Выбери одну из двух. Да. Коротко проронила Ольга Дмитриевна. Но... Ольга Дмитриевна начала говорить очень тихим голосом. Но где он сейчас? Так ты помнишь, что тут был шрам? Да. Зачем сказала, что не помнишь никакого шрама? Я... Я хотела... Вожатая сглотнула слюну. Наступило неловкое молчание. Чего ты хотела? Ввести тебя в заблуждение. Для чего? Шрам. Его не стало. Я решила всё подстроить так, будто его и не было, когда увидела, что его нету. Так это ты всё подстроила? Нет, я... Я не знаю, куда он... Как он пропал? Семён решил пощупать свой шрам на щеке. Он медленно провёл рукой по щеке и ничего не обнаружил, кроме гладкой кожи. Просто охуеть. Я... Я могу быть свободна? Вожатая спросилась у Семёна. Семён даже не удивился. Он просто поднял на неё свои глаза. Холодный взор Семёна заставил вздрогнуть Ольгу Дмитриевну. Семён подошёл к ней поближе. По щекам вожатой потекли слёзы. Чё она ноет? Семён большим пальцем вытер слезу с её щеки. Он начал говорить тихим и гробовым голосом. Этот разговор строго между нами. Поняла. Вожатая молчала. Говорю, поняла? Да-да. Сквозь слёзы ответила вожатая. Вот и умничка. Пора обедать. Семён молча ушёл от вожатой. По пути в столовую, он погрузился в собственные мысли. Так, стоп. Чё чё было? Я с вожатой на Т разговаривал. Да ещё и как. Она даже не ряфнула в мою сторону. Хотел бы я ещё с голосом побазарить. Но чё-то мне подсказывает, если бы он там был, то он бы остановил меня. И я бы не взял вожатую на понт. Стоп. А куда в натуре шрам исчез? Я точно помню, что у меня был шрам на груди, спине и щеке. Семён заглянул под рубашку. Он посмотрел на грудь. Там тоже не было шрама. Просто слов нет. Куда они пропали? А куда это всё пропало, будем разбираться уже в следующий раз. А на этом мы сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.